Бывший министр обороны, непризнанный Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян, говоря о территориальных потерях армянской стороны по итогам апрельской войны 2016 года, заявил, что Азербайджан отвоевал 2300 гектаров своей земли. Таким образом, Бабаян фактически подтвердил официальные данные Министерства обороны Азербайджана, которая по итогам военных столкновений четырехлетней давности объявила, что азербайджанская армия освободила более 2000 гектаров территории. В Армении с этой цифрой не согласились, официально заявив о потерях 800 гектаров. Более того, в вышедшем недавно в Армении документальном фильме, со странным названием «Апрель победы», экс-президент страны Серж Сарксян и вовсе сказал, что армяне не смогли удержать около 400 гектаров, а цифра в 800 гектаров, озвученная им же, была якобы завышена. Однако Бабаян, командовавший оккупационными силами в 1990-х годах, уверен, что, называя такие цифры, в Армении попросту пытаются оправдаться. Армянская сторона потеряла не 800 гектаров, а 2300. В пяти районах Карабаха было потеряно 800 гектаров, а ведь были еще территориальные потери в районах Джабра-Ила и Физули, которые не упоминаются. Просто сравните карту Карабаха от 1994 года и сегодняшнюю. И тогда все станет понятно. Комиссия по расследованию апрельской войны, должна посмотреть, где мы стояли до военных действий, и где мы стоим сегодня. Все очень просто и понятно. Не нужно лгать и давать формальные формулировки. Комментируя фильм, с лживым названием «Апрель Победы», Самвел Бабаян также считает, что название неуместное. Если вы теряете территорию, то вы – проигравшая сторона. Да, мы сейчас можем говорить о том, что наши ребята пытались защититься, всеми возможными способами и так далее, и тому подобное. Но давайте оставим это на потом. Они пытаются оправдать себя фильмом, не более того. Продолжил Бабаян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова